Наша героиня любит обустраивать свой дом. Ванная комната не исключение. Здесь так красиво и светло. Мастерим ванночку для Анны, наносим на нее липкий слой и щедро посыпаем глиттером. Так гораздо лучше. Бортик ванны обвивают декоративные лианы. Они оплели все стенки. Добавим еще листочков. Вау! Лиана расцвела экзотическими цветами. А трех пробковых ножек достаточно, чтобы ванночка была устойчивой. Учуяв аромат цветов, прилетела редкая бабочка. Добро пожаловать! Ванна получилась яркой и цветущей. Как раз подходит для хозяйки. Анна наполняет ванну пеной. Устрою себе настоящую спа-процедуру с цветочными лепестками. А теперь скорее в воду. Идеальный выходной. Правда, птичка? Обрезаем пустую бутылку от стирального порошка. Фоамиран похож на кристаллы льда. Дробим его на осколки. Также нарежем и зеркальный картон. Холодное сердце. Сложили надпись «Льдинки». Выкладываем их как мозаику. Следующим слоем добавим полосу сверкающих страз. А ручки от шкатулок отлично подходят для ножек. Внутри настоящий снег. Ванночка получилась холодной и зимней. Эльза будет в восторге. Вау! В доме Эльзы Олаф чувствует себя как дома. Увидел ледяную ванну. Почему бы не нырнуть? Олаф, а ты что здесь делаешь? Хм, купаюсь. Заботятся обо мне. Ванну приготовили. Вообще-то, это моя ванна. Упс, произошло недоразумение. Успеешь еще искупаться. Наконец-то, только я и ледяной холод. Идеальный релакс. Игрушечная птичка превращается в необычную мыльницу. Посадим ее на фурнитурную деталь. Выглядит изящно. Наливаем зеленый термоклей и отпечатываем листик. Вырезаем готовое мыло. Птичка будто удерживает его на крылышках. Анна любит природу. Неудивительно, что мыльница с мылом так гармонично сочетаются. А как оно пенится? Чудесный запах. Из хлопьев искусственного снега слепим бомбочки для ванны. Каждую смешаем с клеем ПВА. Формируем равные снежки. Присыпаем их глиттером для блеска. И заполняем бомбочками баночку. Крышка усыпана камушками, словно кристаллами соли заснеженных гор. Приклеиваем этикетку. И готово. Наша снежная королева как раз отправилась за баночкой. Вот вы где, мои снежки. Испробуем вас в деле. Стоит бомбочкам соприкоснуться со льдом, как ванну тут же заполнит снежная пена. Вау, даже не ожидала. Отличные бомбочки. Всегда буду закупаться ими про запас. Ла-ли-лу, лови воздушный поцелуй. Ха-ха-ха. Такой пушистый коврик будет сплошным удовольствием для ножек. И пяточки сухие, и газон напитан влагой. Анна закончила водные процедуры, но вылезти из ванной не так просто. На полу остается мыльная пена. И он такой холодный. Бррр. Олаф, захвати швабру. Примчал мигом. Вытрем эту лужицу. Я понял, что тебе нужно. Держи коврик, иначе весь день буду убирать. Анна соскочила на газон. Совсем другое дело. Тепло и мягко. Какой же Олаф молодец. Коврик просто прелесть. Куча пушистых помпончиков. Что же из них сделать? Беленькие похожи на снежки. Точно, снеговик. И не простой, а мочалка. Добавим фоамирановый носик, пуговки и петельку. Теперь мочалку удобно держать в руке. Пушистый снеговичок – недавняя покупка Эльзы. Она так здорово набирает снежную пену. Лучшая мочалка. Надо бы купить такую Олафу. Обрезаем щетину от зубной щетки. Ручку тоже следует укоротить. Вставляем в край фурнитурный гвоздик с петелькой. Окрашиваем щетку глиттерным акрилом. Подвешиваем цепочку. А с эффективным очищением кожи справится текстурная сизаль. Украшаем щетку листочками и цветами. Получилась красивая и полезная вещь. Отлично массажирует. Анна тщательно ухаживает за кожей лица, но не забывает и о ножках. Им тоже нужно внимание и уход. А массаж сухой щеткой помогает держать ножки в тонусе и без усилий очистит кожу. Из высохшей влажной салфетки получится основа для маски. Вырезаем шаблон по форме лица и не забываем про отверстия для глаз и рта. Надеюсь, подойдет. Пропитываем маску ПВА-клеем и обклеиваем стразами. Красиво получилось. Блеск, роскошь и холод – все, что я люблю. Вкладываем маску в упаковку и оставляем на косметическом столике. Эльза как раз собиралась делать бьюти-процедуры. Маски для лица – такая мелочь, но поднимают настроение. Надену охлаждающую маску. И сразу вспоминаю, что я королева. И кожа скажет спасибо. Скручиваем желтую и зеленую синельную проволоку. Плотный жгутик поддерживает волосы. И непослушные пряди не лезут в глаза. Где-то в ящике оставила повязку. Ух ты, нашла моментально. Теперь волосы аккуратно собраны. А моя рыжая копна совсем не мешает продолжить уход. Сделаем для Эльзы хороший шампунь. Прозрачный слайм наливаем в бутылочку. Сюда же отправятся стразы и пайетки. Плотно закупориваем крышку. Украшаем ее тоже по-зимнему – снежинкой и голубым стразом-льдинкой. Все компоненты хорошенько настоялись и придали шампуню блеск. Холодный блонд нужно поддерживать качественными средствами. Эльза выбирает шампунь с измельченными арктическими льдинками и пылью северного сияния. Как он блестит на волосах! Осталось просушить голову феном, расчесать пряди и наслаждаться результатом. Не зря Эльза давно дружит с Рапунцель. Девочки знают секрет. Прозрачная коробочка – скукотища. Добавим листочки, бутоны и ягодки. Такая упаковка выделяется на прилавке. Смешаем слайм и немного зеленого глиттера. Вязкая консистенция. Зато какой блеск! Получилась полная баночка маски для лица. Ждем отзыв Анны. Хе-хе, мой бьюти-блок? Ну что ж, запах и вид потрясающие. Попробуем. Наносится легко. Все лицо покрыто маской. Чувствую, как освежает. Наверное, есть ментол. Посмотрим, как там она. Вау, а это что? Она расцвела. Моя кожа по-настоящему расцвела. Решила превратиться в клумбу. Ой, Олаф, ты не понимаешь. Мастерим ледяное зеркальце. Для него нужна крепкая рама. Деревянная снежинка подойдет. Наносим липкий слой и посыпаем серебристым глиттером. Приклеиваем большую декоративную снежинку и само зеркало. Украшаем витиеватыми узорами из самоклеющихся страз. Очень удобно. Теперь всегда можно поправить прическу. Эльза любит свое зеркало и тщательно его полирует. Ах, вот кто оставляет на нем разводы. Олаф, прекрати баловаться. Я похож на поэта. Ох, Париж по мне заскучал. Не комментирую. Не ценят здесь молодых талантов, как я погляжу. Эльза и Анна отдыхают после процедур. Вот это денек. Я словно провела день в салоне красоты. Нужно обменяться рецептами и секретиками. Но пора собираться на бал. Девушки приготовили платье заранее. Оба сшиты на заказ. Очень нарядные. Олаф не знает, с кем же ему пойти. Так обидится одна, а так другая. Сложно. Пока Олаф раздумывал, Анне и Эльзе надоело ждать. И они первыми уехали на бал. А Олафа оставили дома. Подумаешь, бал. Я и сам себе вечеринку устрою. Ох и снеговик. Чья ванная комната понравилась вам больше? Анны или Эльзы? Пишите в комментариях. Ставьте под видео лайк. Подписывайтесь на Лалилу. И не забывайте о гигиене. Субтитры создавал DimaTorzok